210 спортсменов со всей России приняли участие во всероссийском турнире по борьбе. Сегодня во дворце единоборств юноши 11-16 лет показали судьям свои возможности в нескольких дисциплинах. Это греко-римская борьба, вольная борьба и грэмплинг. На соревнованиях побывала Евгения Бакина. Схватка стресс, правда не только для борца, но и тренера. Так опытные наставники морально поддерживают ребят и дают советы. А когда на маты вышел Саша Данилов, в зале воцарилась тишина. Команда из республики Коми знает год назад. На этом же турнире юноша стал первым в вольной борьбе. Второй раз. Мне очень здесь нравится, так как тут очень большой зал. Судьи довольно честные, но и не заслуживают. И на этот раз соперник на лопатках. Но впереди финал. За победу Саша поборется за своим земляком. Овладеть всеми хазами борьбы за месяц невозможно, признался после спортсмен. Говорит, чтобы участвовать в подобном турнире, нужны годы тренировок. Специально для нас Саша показал любимый прием. Бросок бедром называется. Мой коронный прием. Свои коронные номера показали судьям 210 человек. Спортсмены из соседних регионов приехали специально в Киров. Во дворце единоборств в 37-й раз прошел турнир по спортивной борьбе. Посвящен он памяти заслуженного тренера Советского Союза, основателя борьбы на вятке Александра Дьяконова. Проводится турнир по трем видам дисциплины. Вольная борьба, греко-римская борьба и грепплинг. Возрасты во всех видах все разные. Стоят младшие юноши и взрослые. Вот сейчас делает баранку и на кушеку одет. Впервые в турнире участвуют спортсмены из Волоколамска. Папа объясняет сыну все тонкости борьбы. Владимиру Юрлову рассказать есть что. Он тренер с немалым стажем. Мужчина приехал из Московской области, правда на разведку. Участвует лишь сын. Но пообещал, что в следующем году приедет со своей командой. Не хотелось сразу везти людей, которые не очень долго занимаются. Но поняли, что в принципе здесь всякие ребята есть. С пустыми руками спортсмены не уйдут. Организаторы подготовили комплект медалей, кубков и грамот. Правда, какой будет награда, золотой или бронзовой, зависит от самих спортсменов, от их возможностей и усилий. Евгения Бакина, Александр Нестеров, Бюро новостей. До вечера.